Некоторые категории граждан смогут получить во временное пользование жилье по договорам коммерческого найма. Соответствующий законопроект был инициирован главой региона Александром Цибульским и разработан Департаментом здравоохранения и социальной защиты населения НАУ. Новый законопроект, к рассмотрению которого сегодня приступили депутаты окружного собрания, позволит решить одну из главных региональных проблем – жилищную. Суть документа проста. Граждане, которые по каким-либо причинам не могут встать в очередь на жилье или взять ипотеку, смогут получить жилье во временное пользование по договору коммерческого найма. Проблема, которая сегодня существует в отсутствии жилья, принятие этого закона как раз позволило бы в определенном промежутке времени его решить, чтобы они за этот период, может, какие-то вопросы решили, связанные с постановкой на учет, либо приобретением жилья по ипотеке. Соответственно, это вот та категория граждан, которые сегодня в рамках уже действующих нормативных актов не могут свои жилищные условия улучшить и решить вопрос по жилью. Разработчики законопроекта для признания граждан нуждающимися в предоставлении временного жилья предлагают установить порядок учета доходов всех членов семьи заявителя, а также наличие или отсутствие недвижимого имущества, который содержит более пяти пунктов. Что делает расчет довольно сложным, отметили в экспертно-правовом управлении аппарата собрания депутатов. Между первым и вторым чтением хотелось бы более детально рассмотреть вариант этой формулы и, возможно, вернуться к варианту, который был представлен год назад. В законопроекте он был отозван уже потом. Там, на наш взгляд, была более легкая формула, которая была применима для нашего округа, потому что показатели, содержащиеся в этой формуле, они немножко имеют ряд сложностей, усложнены для последующего расчета. Коммерческий найм предполагает выдачу квартир во временное пользование сроком от года до 10 лет с возможностью его продления. Стоимость такого жилья будет выше, чем по соцнайму, но ниже средней рыночной в регионе. Возводить жилье для данных целей предложено в рамках государственно-частного партнерства с привлечением инвесторов. Предпринимателям, которые будут участвовать в его реализации, будет оказываться содействие, в том числе по предоставлению земельных участков под строительство домов. Будет помощь государству, во-первых, на стадии выделения земельного участка. Следующее, само принятие закона позволит сформировать потребность. То есть, будет понимание, исходя из того, сколько подживающих и какое жилье необходимо строить. То есть, будет прогнозируемо. По итогам заседания рекомендовано вынести доработанный проект закона на рассмотрение сессии для его принятия в первом чтении.